МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День, который разделил жизнь миллионов людей на до и после. 80 лет назад началась блокада Ленинграда. Прибрежный Новофинский или Слободской, как будет называться проезд в пойме Реписадис. В выходные с пользой 11 сентября в нашем городе пройдет всероссийская акция «Культурная суббота». Далее расскажем обо всем подробно. 80 лет назад началась блокада Ленинграда. Одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. Блокада продолжалась 872 дня и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулась. По разным данным, в осажденном городе погибли от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Ежегодно 8 сентября по всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные тем, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде. В нашем городе саровчане почтили память погибших, минуты молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Люди такое пережили. Вы что, разве можно это все забыть? Таню Савичу, разве можно такого человека забыть? Такое она пережила. Голод, холод. Вы посмотрите, как люди умирали. Светлые памяти. Это наша история. Мы не должны забывать, что происходило какое-то время назад. То есть ветераны, какие-то действия, события. Спустя время это забудется все. И вот эти мероприятия, которые мы проводим, они более направлены на то, чтобы люди вспоминали. Продолжение следует... По каждому варианту членами комиссии проводилось голосование. Рассматривались как положительные стороны, так и отрицательные стороны. И в конечном итоге было принято следующее решение. Направить на рассмотрение в городскую думу города Сарова три варианта наименования внутриквартальному проезду от продолжения улицы Академика Негина до улицы Садовой в соответствии со следующей приоритетной очередностью. Первый проезд Прибрежный, второй проезд Слободской и третий проезд Новофимский. Были и другие названия. Песочный, Нижний, Камчатский, Береговой, Удачный, Юбилейный. Также предлагали назвать проезд по именам ученых-академиков Зельдовича, Флёрова, Щёлкина. По мнению всех членов комиссии, меня как председателя, мы считаем, что проезду присваивать имя великих ученых, академиков, ну согласитесь, не совсем правильно. Здесь должна быть как минимум улица, а лучше проспекты. Я думаю, что у нас с вами еще будет такая возможность с учетом перспективного развития города. Вопрос вынесли на заседании городской думы 10 сентября. Там путем рейтингового голосования депутаты и решат, как будет называться проезд. Еще один вопрос, который затронули народные избранники, касался приводизации муниципального унитарного предприятия телерадиовещания. Реорганизации его в акционерное общество необходимость, обусловленная 485-м федеральным законом. Государственные и муниципальные предприятия, которые созданы до вступления в силу данного закона и осуществляют свою деятельность на товарных рынках, которые находятся в условиях конкуренции, подлежат либо ликвидации, либо реорганизации до 1 января 2025 года. Вопрос единогласно вынесли на ближайшую сессию 10 сентября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Скорость движения электросамокатов решили ограничить до 25 км в час. Министерство транспорта РФ подготовило окончательную версию поправок к ПДД, которые ведомство дополнило правилами движения для средств индивидуальной мобильности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Программа бесплатных путешествий по стране для молодежи стартовала в России. В поездку смогут отправиться около 50 тысяч молодых россиян. Программу запустили «Ростуризм» и «Росмолодежь». Она стала доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело». Также в ней примут участие конкурсанты состязаний «Большая перемена», «Твой ход» и активисты российского общества «Знания». Чтобы отправиться в путешествие, молодым людям необходимо заполнить заявку. Путевки будут доступными для всех, кто уже зарегистрировался на платформах и в конкурсах. Окончательный ответ участник получит по электронной почте. Для российской молодежи разработали четыре категории путешествий. Тур «Малая Родина» будет проходить внутри региона проживания участника в выходные дни. Тур «Красивые места» рассчитан на трехпятидневную поездку внутри федерального округа. Категория «Любимая страна» предполагает путешествие по всей России на 6-10 дней. Также предусмотрен тур на 7-14 дней. Несмотря на резкое похолодание в Нижегородской области, по данным Верхневолжского УГМС, до 10 сентября сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов и торфяников. В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. Главное управление МЧС России по региону рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период, соблюдать все необходимые правила безопасности и запрет на посещение лесов. Саровские эпидемиологи подвели итоги августа. За прошлый месяц диагностировали два случая заболевания с альмонеллезом среди взрослых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 8%, ветряной оспой на 41%, стало меньше и обращений по поводу укусов животными на 45%. На 67% снизилось число обращений горожан по поводу укусов клещами. Всего пострадали 18 человек, из них 5 детей. По-прежнему на высоком уровне остается заболеваемость коронавирусом. Болеют в основном взрослые, но выявляют и случаи COVID-19 среди детей. Всего за август зарегистрировали 349 случаев, в том числе 5 с летальным исходом. За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 024 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 398 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 24 человека. Из тех, кто госпитализирован, 3 в тяжелом состоянии, 4 в легком, остальные в средней степени тяжести. 7 сентября в нашем городе торжественно открыли Дом ветеранов. Для гостей праздника подготовили экскурсию по обновленному зданию, организовали выставку и концерт. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Долгое время у ветеранов ядерного центра не было места, где можно было бы собраться большой компанией, обсудить важные вопросы, организовать праздники и концерты. Открыть здание для досуга ветеранов решили еще в 2018 году. С тех пор и начали реализовывать проект. И вот спустя три года у ветеранов появился уютный досуговый центр. Мы давно хотели этого, потому что ядерный центр, конечно, много очень внимания уделяет работе с ветеранами. И организованы территориальные клубы ветеранов, их пять. Идет очень активная работа в этих клубах. Но вот такого объединяющего дома, таким представляется сегодня Дом ветеранов, вот его не было. В Доме ветеранов есть место для всех. Совсем скоро здесь соберутся творческие коллективы и клубы по интересам. Будут заорганизованы выставки картин и предметов рукоделия. Открытие Дома ветеранов особенно важно для тех, кто чувствует себя одиноким. Прийти сюда и поделиться радостью или переживаниями может каждый. Это великолепная возможность встречаться, общаться, проводить совместные мероприятия, просто посидеть чаю, попить чаю и попеть хором песни, рассказать о самом сокровенном, задать вопросы руководителю и услышать ответ на эти вопросы. Все это можно будет вот в этом Доме. После официального открытия и экскурсии ветеранов пригласили за праздничный стол. Со знакомыми и любимыми всеми песнями выступили творческие коллективы. Слиз гостей не сходили улыбки. Мне очень понравилась задумка авторов этой идеи в том, что вы здесь не гости, никоим образом. Вы хозяева. А что хозяевам быть положено делать? Вам положено за этим домом ухаживать и создавать его, обустраивать, украшать, чтобы днем было уютно. В Доме ветеранов рады всем, кто хочет приятно использовать, провести время. Здание находится на Сахарова-2 и работает ежедневно с 8 до 20 часов. Екатерина Шманкова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Сарова-24. 11 сентября в Сарове пройдет всероссийская акция «Культурная суббота». Начиная с 11 часов учреждения культуры города будут проводить игротеки, мастер-классы, экскурсии и творческие мастерские. Подробнее о программе мероприятий расскажем в следующем репортаже. Оранжево-желтый бум. В такой тематике пройдет творческая мастерская художников «Арт-поляна». Здесь жители города смогут писать свои полотна рядом с уже признанными мастерами. Специально для творческой встречи оформят художественную поляну, которая поможет создать тему и настроение будущих работ. Помимо изобразительного искусства, неотъемлемой составляющей встречи будет общение. Творческое общение, люди, которые приходят, у них очень много вопросов по поводу того, как сделать нужный цвет, как поставить нужный свет, как лучше изобразить то, что не получается, например, у того, кто самостоятельно как-то развивается. Такой проект в городе проводят впервые. Но в будущем подобные встречи планируют проводить два раза в месяц. Посетить мероприятие могут все желающие старше 16 лет по предварительной записи по номерам. 9-44-26, 9-44-17. «Арт-поляна» пройдет в Мбиц на Московской, 11, в культурную субботу в 14.00. Не секрет, что многие сидят дома, рисуют, что-то творят, что-то делают, но как бы не видят своих единомышленников. Мы их пригласим в эту субботу, чтобы они, все, кто желает, пришли, познакомились с людьми, которые также увлечены творчеством. С 11 часов для юных саровчан здесь будет работать игротека «Субботник», где для ребят приготовили интеллектуальные настольные игры. Мастер-классы, игры, выставки, экскурсии, творческие площадки будут работать с 11 часов по всему городу. Музей народной игрушки приготовил для саровчан выставку «Уронила мишку на пол», в которой расскажут об играх и игрушках советского периода. В Центральной городской библиотеке будет открыто много познавательных площадок, которые будут рассказывать о художественных промыслах Нижегородской области. Это Хохлома, Полхмайдан, Городецкая роспись. В городской художественной галерее продолжит экспонироваться выставка, посвященная 330-летию нашего города под названием «Четыре сезона». Завершит культурную субботу танцевальная ретро-программа под открытым небом «Музыка с пластинки», которая пройдет в 18.00 в парке имени Зернова. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 12 сентября там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов. И в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен. Поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 12 сентября с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин